Дагестанские новости Дагестан прибыл министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Он посетил научно-практическую конференцию развития горных территорий. Она прошла в конференциале Дагестанского государственного университета народного хозяйства. Чеботарев подчеркнул, что проведение встречи в таком формате необходимо для понимания развития жизни в горном регионе. Главная задача – помочь сохранить и приумножить количество жителей отдаленных районов республики, сделать их жизнь комфортнее. Здесь будут очень гордые люди, которые связывают историю, настоящее и будущее. И здесь в самом хорошем смысле мы представители Дагестана, это будет хороших лоббистов, это был закон. Тем более, что такой закон о развитии горных территорий уже принят в Дагестане. Он как раз и будет способствовать тому, чтобы уровень жизни проживающих в городах населения повышался, чтобы люди, которые так живут, могли давать достойное образование своим детям и сами повышать свою квалификацию при необходимости, чтобы могли получать другие социальные поддержки и чтобы был ликвидирован недостаток качественных коммуникаций, в том числе и торговых коммуникаций. Я думаю, что мы об этом еще поговорим. В свою очередь, глава республики Владимир Васильев подчеркнул, что почти треть дагестанского населения живет в горных районах. И здесь очень много проблем, которые постепенно общими усилиями надо решать. На развитие горных территорий уже выделено более миллиарда рублей. Сегодня для того, чтобы человек мог себя чувствовать достойно, очень важно водоснабжение. Везде вода, иногда полить участок нечем. Люди у нас живут к счастью и трудоспособность сохраняют, длительный возраст. И как тяжело взрослому человеку это сделать. Это наша задача. Мне приятно доложить вам, мы это с вами заявляли, когда говорили послание, готовили его вместе с нашим парламентом. Мы выделили миллиард 900 рублей в этом году. И они осваиваются. И следим за этим. Я благодарю и парламент, и общественные организации за тот контроль, который осуществляет. Он нам очень необходим. Эти деньги должны быть срасходованы до рубля в целевой порядке. Так вот из них 1,3 миллиарда – это горные районы. Горные районы. Глава региона отметил, что 50 выпускников педагогических вузов в этом году направили на работу в сельские школы. В регионе и за ее пределами известны имена многих предпринимателей дагестанцев, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью. Таких людей нужно поддерживать, отметил Васильев. Дагестан возглавил рейтинг детской смертности ДТП. Причиной большинства трагедии стало нарушение правил перевозки. Об этом сообщает Ассоциация производителей детских автокресел. За последние пять лет в России жертвами аварии стали более 300 детей. В этом списке первое место занимает Дагестан. В нашей республике с начала 2015 года погибло 23 ребенка. Причина большинства трагедии – пренебрежение родителями правил безопасности. Муфти Дагестана шейх Ахмад Афади награжден Орденом Дружбы. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал накануне. Более 20 лет духовный лидер мусульман республики работает во благо народа. Эксперты считают его одним из тех, кто предотвратил гражданскую войну на земле Дагестана в тяжелые 90-е. По его инициативе сейчас работают десятки социальных учреждений. Проведены сотни мероприятий по налаживанию межконфессиональных и межнациональных отношений. Подробнее о заслугах мудрого наставника и скромного руководителя в материале Хамзу Нурмагомедову. 98-й год. Экстренное совещание ученых республики. Выбирает муфтия. Никто не берет на себя эту тяжелую ношу. Не прошло и двух дней, когда этого убили предыдущего духовного лидера Саид Мухаммада Абубакарова. Собравшиеся предлагают кандидатуру Ахмада Абдулаева. Он не смог отказать. Решение далось нелегко. Прежде всего в эмоциональном плане. Саид Мухаммада очень много критиковали. И я не считаю себя лучше него. Но если вы посчитали меня достойным, то я готов. Это было время разобщенности и низкого уровня религиозного образования, когда экстремистские течения внедряли в умы молодежи свою губительную идеологию. 99-й год теперь уже история. Банды международных террористов под началом Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан. Позиция муфтия в те трагические и судьбоносные для республики дни принципиальная. Любой ценой защитить родину от бандитов. Его заслуги знают нынешние представители власти. И хорошо помнят бывшие. Муфтий наш, те, которые его знают, знают, что он тихим голосом говорит. Но тогда, когда началась война, и он обращался к народу, его слышали все. И в горах, и на равнине. Его слышали и верующие, и неверующие. Они поверили муфтию, который говорил, что эти бандиты ничем общего не имеют с религией. Что они не вправе объявлять джихад и действовать против нашей республики. Сегодня... После этих событий муфтия берет курс на активную просветительскую деятельность. Под его патронажем открываются мадресы, школы, СУЗы и даже ВУЗы, где помимо светского образования студенты получают и духовную подпитку. В тысячах мечети республики призывают к межнациональному и межконфессиональному согласию. В этом направлении работают телевидение, сайты и газеты. Шех сам преподает и наставляет людей на путь истины. Выпустил авторскую книгу «Благонравие праведников». Его задача – повысить уровень образования, чтобы люди не заблуждались и понимали, что истинный ислам призывает не к войне, ненависти и раздору, а к дружбе, любви и простанию родного края. Такой человек у нас, то, что живет в Дагестане, это большое везение для общества. Его человечность, его гуманистические подходы к жизни, я его считаю гуманистом этой эпохи. На шестом межрелигиозном форуме, который проходил в начале этого месяца, Муфти ставит перед собой, казалось бы, нереальную задачу – сделать так, чтобы жители других регионов России отзывались о дагестанцах только с положительной стороны. Но шейх уверен, общими усилиями это будет достигнуто. Еще один самый крупный проект Муфтиата – это строительство духовного центра имени пророка Иса Мир ему. Народная стройка успешно продвигается. Уже сейчас она объединила в себе практически все слои населения, независимо от национальности и вероисповедания. Недавно одну из ее аллей назвали в честь трех конфессий. Представители ислама, иудаизма и христианства вместе посадили более двухсот деревьев. Управлять этой сложнейшей, противоречивой такой системой надо обладать колоссальными качествами, системным мышлением и, самое главное, скромностью и спокойствием. Это такая личность, с моей точки зрения, одна из самых, если не самой, уважаемой лично в современном Дагестане. Чиновники, политики, профессора, работники разных сфер признают неоценимый вклад Муфти в дело сохранения мира и согласия на земле Дагестана. И вот глава государства 4 октября подписывает указ о награждении духовного лидера мусульман республики Орденом Дружбы. Заслуженная награда настоящего духовного лидера, патриота и гражданина. Хамза Нурмагмедов, Мурат Ахмедов, Мусас Альгиреев, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. В Махачкале открылся 4-й образовательный палеоактивный медицинский форум в СКФО. Программа мероприятия включает лекции и мастер-классы по ключевым аспектам помощи пациентам с неизлечимым и прогрессирующим заболеванием. Площадка предотвращает участникам возможность услышать доклады признанных экспертов, поделиться опытом с коллегами и обсудить волнующие проблемы и пути их решения. Участие в форуме приняла и основатель благотворительного фонда «Вера» и идеолог проекта «Регион заботы», который скоро начнет работать и в Дагестане. «Если говорить здесь про позитивные компоненты на Северном Кавказе, это прежде всего культурологические особенности, которые есть. Самое сложное, чему нужно в палеоактивной помощи обучать, это вообще зачем она нужна. Зачем человеку вот та любовь и тот объем заботы и ухода в конце жизни, который призвано принести палеоактивную помощь. Здесь это никому объяснять не надо. Здесь уважение к болеющему человеку, уважение к пожилому человеку. Если говорить про негативные факторы, то эти негативные факторы – это результат именно некачественной организации, невнимательного отношения к палеоактивной помощи вообще». На заседании также обсудили разработку индивидуальной программы развития палеоактивной медицинской помощи в республике. Говорили о взаимодействии при оказании помощи людям с тяжелыми заболеваниями, в том числе проживающих в учреждениях соцзащиты. Учиться никогда не поздно, а грамотно говорить и писать на родном языке тем более. О качестве знаний скажут результаты диктанта, который писали на лизгинском языке. В Махачкале проверить знания родного языка пришли почти 300 человек. Одновременно диктант писали в семи городах России и зарубежья. К акции присоединились Азербайджан, Украина, Турция, Белоруссия и Эстония. Кто и как проверил свою национальную грамотность, расскажет Зумруд Гамидова. Исмаилу Шубуеву всего 6 лет. Писать на родном языке он пока еще не умеет. На диктант пришел поддержать отца. Но хочет научиться свободно разговаривать на родном лизгинском языке, признается мальчик. Хочу знать чисто свой лизгинский язык родной и разговаривать с своими родственниками на лизгинском. А вот его отец признается, что не писал на родном уже более 15 лет. Считает, что подобные акции позволят сохранить родной язык. Вот дома мы говорим на родном языке, вот дети, они не знают все равно, хоть мы и дома, и среди родственников, дети не говорят на родном языке. Это очень плохо. Через лет 10-15 мы уже будем сталкиваться с проблемой утери языков, поэтому обязательно такие мероприятия нужно проводить. Участники диктанта должны были написать под диктовку произведение Сулеймана Стальского «Слово о себе». Его выбрали не случайно. В этом году республика празднует 150-летие со дня рождения великого поэта. Идея проведения данного мероприятия родилась таким образом. В этом году, в мае месяце, в Сулеймана Стальском районе впервые был проведен тотальный диктант, посвященный 150-летию Сулеймана Стальского. И как бы это стало отправной точкой, и решили провести это мероприятие на международном уровне. Писали диктант на языке Гомера 20 века студенты, преподаватели, сотрудники Министерства ведомств и деятели культуры. На выполнение работы 40 минут. Среди тех, кто решил испробовать свои силы, и министр по национальной политике республики. Энрик Муслимов свои знания оценивает на отлично. Язык – это культура, язык – это традиция, язык – это богатство любого народа. Поэтому проведение таких мероприятий, это мы проводим не только на лизгинском и других языках народов Дагестана. Это еще один повод заявить о необходимости сохранения родного языка, для того, чтобы своих детей обучали на родном языке. Я по родному языку в школе имел пятерку, поэтому через десятилетие пытаюсь повторить то, что было за школьной партой. Сейчас в школах Дагестана преподают родной язык всего три часа в неделю. Этого очень мало, говорят педагоги. И надеются, что благодаря проведению ежегодного диктанта молодежь станет проявлять интерес к родному языку. Как это так можно на своем родном языке не участвовать в тотальном диктанте? Это моя гордость. Я горжусь, что я лизгинка. И хочу передать по наследству своим детям, родственникам. Призываю всех лизгинов, чтобы они свой язык сохранили, любили, тенили. Чтобы в каждом доме всегда звучал свой родной язык. Гостеприимно распахнутый, манящий к себе ароматными запахами традиционных блюд национальный дворик собрал не меньше зрителей. Здесь и лизгинский афарар, хлеб и сладкая халва. Результаты диктанта будут известны через несколько дней. Оценивать работы будут опытные преподаватели лизгинского языка. По результатам проверки работ будет проведен анализ ошибок. Если эксперимент будет признан удачным, проводить диктант станут ежегодно. В Дербенте появится больше этнографити. В эти выходные в южной столице Дагестана пройдет фестиваль уличного искусства. Мастера приехали в город немного раньше и уже начали работу, потому что им предстоит нарисовать объемные граффити на стенах многоквартирных домов. Один из рисунков представляет собой девушку в национальном наряде, который откиот ковер. Главной тематикой всех работ станет традиционное художественно-прикладное искусство народов Дагестана. Таким образом, стены зданий Дербента станут еще одним способом ознакомления с самообыдностью культуры республики. Дагестанки Саада Долгатова и Зинфира Магомедалиева пробились в полуфинал чемпионата мира по боксу, проходящего в эти дни в Улан-Удэ. Накануне обе спортсменки успешно прошли четвертьфинальную стадию. Долгатова в столице Бурятия одержала уже третью победу. В поединке с американкой Оши Джонс, воспитанница Каспийской школы бокса, оказалась точнее раздельным решением судей. Уверенно, свой путь к финалу начала и Махачкалинка от Зинфира Магомедалиева. Чемпионка мира 2014 года досрочно завершила бой с представительницей Узбекистана, которая из-за пропущенных ударов не стала выходить на третий раунд. Полуфиналы соревнований пройдут завтра. И в продолжении темы бокса. Новоиспеченный чемпион мира Муслим Гаджи Магомедов встретился с Владимиром Путиным. Махачкалинский полутяжеловес оказался в числе приглашенных на форум «Россия. Спортивная держава», который проходит в Нижнем Новгороде. Путин пообщался с боксерами, отметив успех российских мастеров кожаной перчатки на чемпионате мира в Екатеринбурге. Глава государства пожелала им удачи на Олимпийских играх в Токио. На выставке форума от российских боксеров Путину была вручена бриллиантовая перчатка. Накануне в «Эссерте» стартовали игры новой мини-футбольной лиги. Турнир посвятили памяти Али Чарихова, скончавшуюся во время футбольного матча между любительскими командами от сердечного приступа. В спор за награды вступили 16 команд со всего Северного округа республики. Все они прошли через сито отбора. Игры лиги будут проходить каждый вечер в турнике, а команды сойдутся по круговой системе. Тройка призеров определится близко к концу года. Инициатором турнира выступила молодежь города Хасаверт при поддержке администрации города. Это все новости к этому часу. С вами была Мадина Мустафаева. Спасибо за внимание и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова